Приветствую всех уважаемые подписчики и зрители моего канала. Получил я вот такую коробку с контроллером Mamba F405. Упаковано классно, не то что моторы, вот такие коробка вся порванная. Я не знаю, некоторые проводят обзоры, все аккуратненько, коробочки классные, у меня вечно какое-то рванье приходит, но зато хоть исправный. Проверил, можете кстати ролик посмотреть, есть уже предыдущий ролик, я выложил в данных моторах. О том, как их проверить, перед тем как устанавливать на летательный аппарат и стоит ли это делать. Так, ну вот, открываем коробчонку. Да, кстати, с вами я, Георгий Славянко, и вы на канале, сделал сам, делюсь с народом. Значит, что здесь есть? Здесь есть контроллер соединенный с регулятором на 40 ампер. Так, две схемки красочные, цветные. Это у нас контроллер, с правой стороны тоже распиновка контроллера. И второй, это у нас регулятор на 40 ампер. Он на одной стороне, тоже самая распиновка, ну и данные. То есть 40 ампер, пик 50 ампер. Дальше подключение 6С Липо, Белл Хелли С. Так, что тут еще? Дешот 300-600. Размеры 35 на 35. Ну и, в смысле, габаритные размеры и вес 12 грамм. Ну да, и кондер еще есть. Да, кстати, вот тут еще дополнительно есть, вот такие его длинные винты, гаечки, какие-то силиконовые шайбочки. Затем здесь идет XT60, кондер, дополнительный заменительный шлейф. И вот так, чтобы не разорились, кабель. Это у нас кабель, кажется, 16-ый, наверное, ВТГ. А нет, 14-ый, 14-ый. То есть они, ну все равно, какой-то он толстый. Ну, может быть, действительно, все-таки 50 ампер в пике может с батарейки сосать много энергии. Так, теперь, что касается схемки. Ну, схемка можете найти, даже если зайти по... А, вот можно сказать инструкцию по QR-коду. Ну, попробуем, посмотрим, что получится. Значит, что здесь можно подключить? Значит, сверху камера, бузер. Слева это приемники. Значит, Mamba MCR Reserver и TBS Crossfire можно сюда уже подключить. Затем GPS. Кстати, GPS приемник подключается. Компас. Ну, на Betaflight компаса нет. Это у нас можно подключить LED-подсветку. И с этой стороны это у нас передатчик. Тоже видеопередатчик. Трансмиттер. Ну, с этой стороны, как я уже сказал, все расписано. Что здесь есть? Значит, процессор. Так, частота. Гира МПУ 600. Ой, 6000. OSD. Ну, стандартный 745, 7456E. Так, Black Box 16 МБ. Так, WART 3. Так, ресивер, я уже сказал. RCCI есть. Бузер есть. Ток есть. Сигнал 4 есть. Бэк 3.3 0.5 Ампера. 5 Вольт 2 Ампера. Даже 9 Вольтовый есть Бэк на 2 Ампера. Не знаю. Он мне, в принципе, может и нужен, а может и нет. Так, вход 6 Липо максимальный. ТВС Protection. Так, ЕС. Софтвары. Так, Betafly. То есть, на Betafly настройка. Размеры 35-35. Размеры и вес 7,5 граммов. Ну, все. Вот у нас три порта. Первый, третий и шестой. Первый это ресивер. На третий VTX это при включении передатчиков. И шестой это телеметрия. Ну, что еще? Все. А, ну, вот еще тут можно веб-сайт, фейсбук, информацию получить. То же самое, которое я перед этим вам говорил. Ну, как-то так. То есть, не буду я здесь вас отвлекать внимание. Буду собирать и буду тогда и рассказать вам. Буду рассказать, что он собой представляет. Так, ну, а теперь все-таки я хочу немножко его разобрать и посмотреть. Так, все. Снимаем. Вот такой. регулятор. Даже, ну, это не радиатор. Да нет, хрен поймешь. Радиатор это не радиатор. Но он не касается. Это просто, наверное, какая-то крышка сверху. Снизу управление. Здесь стоят... Но почему-то радиатор стоит только вот на вот этих четырех. Раз, два, три, четыре. Они еще сильнее всего греются, а на остальных ничего нету. Так, ну, ладненько. Теперь смотрим, что находится здесь. Ну, снизу здесь бэки. Вот они, два бэка. Стабилизаторы. Паркировку я вам не скажу, потому что даже если я назову, то что там написано, толку от этого никакого не будет. Ну, это диоды или стабилитрон. Это кварц. Так, с этой стороны уберем пока. Не люблю я выбрасывать бирочки всякие. Потом разберемся, куда, что, зачем, сколько и где. Итак, смотрим. Значит, что здесь. Ну, сам процессор 405F, F405, OSD, плата OSD. Вот она, насколько я понял, это, кажется, у нас гера MPO 6000. А с этой стороны я уже все рассказал. Барометра здесь нет. И компа сюда не подключишь. I2C, разъема здесь нет. Так, ну, мне все-таки интересно посмотреть, процессор такой же, как и на 405F SE стоит или нет. Ну, сейчас посмотрю и вам подскажу. Ну, и теперь, как бы, сравним. Ну, по размерам понятно, они одинаковые. Значит, процессоры стоят абсолютно одинаковые. Дальше, OSD, тоже самое. Абсолютно одинаковые стоят. А вот, что касается гера, вопрос довольно интересный. Потому что везде заявлено, что на нем стоит гера MPO 6000. Ну, я, может, что-то не понимаю, поэтому вы мне подскажите, который в теме, в данной. Если здесь, то понятно. Вот она стоит, где он там. Ага, вот, MPO 6000 гера. То здесь стоит гера не MPO 6000. Здесь стоит какая-то MP6500. Ну, я не думаю, что это не гера. Потому что больше здесь нету. А везде заявлено, что здесь гера есть. Дальше, что касается вот этих двух микросхем у бэков. Ну, они, по идее, такие же, как и здесь. Ну, еще одна плата, то не такая, как на картинке нарисована. Размещение элементов другая. Не знаю, может она поновее, но об этом ничего не сказано. Может быть, задать вопрос на бетафлай, что это они мне прислали. И еще один из моментов. Если посмотреть, то кажется, плата залита лаком, лакированная. Да, залакированная. А вот сам контроллер, никто его не лакировал. То есть, возможность, придется самому это все делать. Возможно. А возможно, не буду. Как получится. Ну что, теперь осталось это все собрать кучу, подключить и посмотреть, как это все будет выглядеть. Подключаемся. Итак, запустил я бетафлай. В версии у меня 10.8, но это аналог 4.3. Ну и первый раз подключаем данный контроллер полета. Так, все замигало, все запустилось. Здесь написалось, что обнаружены проблемы. Акцеллерумент включен, но не откалиброван. Ну все как обычно. Мы это закроем. Все подключилось. Порты. Ну вот они, три порта. Первый, второй, третий. ВТХ. Ну на первом пока ничего нету. И на шестом тоже ничего нету. Ну неважно. Так, конфигурация. Акцелерометра включен. Барометр. Ну, настройка будет потом. Питание понятно. Пресеты пока никак. Пиды тоже. Приемник пока тоже СБАС включен. Режимы. Ясно. Моторы. Понятно. ОСД. Тоже ни о чем пока. Ну, во всяком случае, ничего в нем нету. Что-то залито. Разоткрою. А, прошивка 4.2.9. Бетафлай. То есть, прошивка в нем уже залита. 4.2.9. Ну, понятно. Если бы не было прошивки, ни чертовы здесь не было бы. Ну, LED-лента не нужна. Так. Так, так, так. Приемник. Видеопередатчик. Ну. Ну, сетки частот нету. Ну, потом продается заливать это все. Моторы ясно. Система понятна. Так. Ну, стоит ровно. Ровно стоит. Ну, сейчас ее... Вот что мне, с одной стороны, нравится. Здесь просто поставил ее ровно. Вот. Положите плату на ровную поверхность. Запустите калибровку. Не двигая ее в процессе калибровки. И все. Он будет откалиброван. Вот. Нажимаем. Калибровать. Все. Калибровка завершена. Акселерометр откалиброван. Так. Ну, здесь немножечко. Сикась-накась. Нажмем вот сюда. Не понял. А, все правильно. Он же у меня стоит. Морда лица ко мне стоит. Поэтому все верно. Вот стрелочка на меня. Поэтому все здесь верно. Так. Ну, порты пока никак. Но я уже это прошелся, поэтому повторяться не буду. Так. Гера, акселерометр есть. Ну, бара здесь нету. Магнитометра нету. Магнитометра нету. ГПС в перспективе 220 Бен мы сюда подключим, чтобы работал возврат домой. Ну, все. Контроллер рабочий. Все рабочие. Правда, я так и не понял с этой гирой. Что за MP6500? 1L-A какой-то. Возможно, это снова корпус. Маркировка корпуса. А реально это и есть гера MP6000. Возможно. Но по размеру она чуть-чуть меньше. Так что, на этом буду заканчивать. Следующий этап. Уже сборка контроллера на раме. Марк 4. Я с вами обязательно поделюсь. Это не новость, конечно, для вас будет. Но, во всяком случае, я думаю, не все тут уже настолько продвинутые, как некоторые. А все примерно такие же, как и я. Задвинутые. Все. Начинаем. Идем по проторенному пути. Все. Еще раз на этом заканчиваю. С вами был Георгий Славянко. С вас подписка. Палец вверх, палец вниз. Комментарий. И жду на своем канале. Далее будем собирать квадрокоптер. Надеюсь, он у меня этот будет летать не хуже моего синего УПА протек 35. Еще раз всего вам доброго. И до новых встреч на моем канале. Жду.